Это, пожалуй, самая комплексная программа на данный момент на рынке. Не могу сказать, что это профориентация, скорее, это на рынке осознанный выбор профессии. По моим ощущениям, там есть две ключевые задачи. Первое, в рамках двух тренинговых дней погрузиться в методологию, понять, что значит выбирать на базе методики пяти шагов осознанного выбора, плюс увидеть, как другие ребята это делают, плюс понять, где у меня сейчас есть затыки. И там глубокое погружение в методологию. Дальше есть пять недель. Эти пять недель помогают в достаточно органичном способе попробовать эти шаги в повседневной жизни, потому что в тренинге все классно, замечательно, мы попробовали, у нас ЭДГ какой опыт получился, и весело, и безопасно. А вот когда речь идет о том, чтобы начать применять это в повседневной жизни, когда есть школа, когда есть секции, кружки, доп. занятия, семья, и никто про эти пять шагов не слышал, а их надо применять. Вот пять недель дается на то, чтобы попробовать это поприменять. Есть наставники, которые помогают все это интегрировать, и есть условная группа поддержки в контакте ребят, которые делают то же самое, встречаются примерно с теми же проблемами, и есть отличная возможность поделиться результатами в конце пяти недель. Вот такая программа. Когда мы создавали систему выбора, наша задача была научить участника, подавана, который входит в программу, выбирать. Научить его выбирать осознанно, понимать, что я хочу, исследовать себя, находить свои сильные стороны, стыковать их с какими-то возможностями в мире, выбирать и действовать. Вот это глобальный концепт, его мы закладывали в мире. И другой программы, которая ставила бы это своей задачей, я просто не знаю. Не потому что их вообще нет, а потому что это является дополнительным всегда фокусом среднего школьного образования вообще, семейного воспитания как такового, а так какого-то отдельного готового инструмента, который бы на это работал специфически, кроме нашей программы, я просто не знаю. И в этом и плюс, и минус одновременно. Минус, потому что не всем понятно, что это такое, он учится выбирать, это же как будто бы такой встроенный навык, он же просто развивается. А плюс в том, что на самом деле именно его и важно развивать, я уверен. Потому что на вот этом вот способности, на вере в свои силы, на способности здраво себя чувствовать, чувствовать свои желания и стыковать свои желания с запросами мира, на этом базируется, основывается ядро взрослой личности вообще. Для нас ключевыми ценностями компании является честность, созидание, ответственность. Есть такое понимание, как внимание, да, фокус внимания на определенные вещи и в принципе быть внимательным. Ну и последние, наверное, полугода появилась такая ценность, как люди, в широком смысле слова, потому что именно люди создают все то, что у нас есть на земле, и без этого невозможно мыслить, и наша компания, естественно, потому что именно в человеческом контакте возникает вот эта возможность передачи осознанности, осознанного выбора, создания условий для осознанного выбора. И в идеальном мире, в том, который было бы классно нам построить, и кажется, что мы ему помогаем строить, это роль не какой-то отдельной программы или какого-то отдельного, даже образовательного центра, института, а это кусок естественного развития человека, который органично поддерживается каждым элементом, с которым он в процессе первых 10-12 лет сталкивается. Вот если бы это было так, это было бы максимально эффективнее. Человек бы постепенно перенимал на себя ответственность, понимал, что он хочет, продолжал понимать, потому что дети понимают, потом забывают. И развивался, 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 и в какой-то момент мог бы взять для себя ответственность за всю свою жизнь, спокойно, без натуги, и понести это вперед. Вот это некая естественная штука. Но поскольку мы живем в мире, который не до конца идеальный, возникают разные казусы. Казусы в семье иногда бывают, казусы в школе часто бывают, казусы в социальной среде часто бывают, которые, вот эту самую ответственность и право человека выбирать, способность ориентироваться на собственные желания, потому что в них самая большая энергия, которая позволяет действовать, она человеку не отдается до конца, либо не отдается вообще. И поэтому к моменту, когда вроде бы важно сделать какой-то реально свой выбор, человек подходит в состояние неумения. То есть, либо у него не было достаточно опыта, либо ему этого опыта не хватило, чтобы научиться пробрать ответственность в свои руки и принимать решения. И наш интенсивный курс, пяти недельный, трехмесячный, если брать длинную программу, он направлен именно на то, чтобы компенсировать вот этот вот разрыв, который возник между тем местом, в котором, кажется, должен был бы оказаться человек 12, 13, 14 лет в ситуации, когда предлагают принять решение и сделать выбор самостоятельно, и состоянием, в котором он правда там оказывается. Вот наша задача, наша программа интенсивная, она вот это вот заключает в том, чтобы этот ГЭП преодолеть. Я очень рада, что я прошла эту программу, мне очень понравилось. И здесь действительно занимаются самими людьми, они пытаются из них слепить что-то, что хотелось бы дальше, как кажется, что будут какие-то полезные профессии в будущем, не пытаться из них слепить это, а именно искать, что интересно будет им в будущем, и учить их этому, учить, чтобы они дальше сами могли этим заниматься. Для меня самый яркий пункт два. Первый — это глубокое личное взаимодействие, честное, с наставником, с каким-то человеком, который не так далеко по возрасту от тебя, не так далеко по способу общения от тебя, от тебя, в смысле, от подростка. И вот этот недалекий, но шаг в какую-то более взрослую ролевую модель, он позволяет подростку об этом честно задуматься, что я так тоже могу, а что это вообще значит, и внести эту возможность в свою карту мира, в свою карту принятия решений, пойти в эту сторону. Это супер ценно. То, что такой контакт возникает. А работать только с подростком, с подростком, это же в конце концов, есть с его моделью мы работаем, его мы развиваем, и не вовлекать в это людей, которые в базе совместных сдают весь контекст для подростка, это архи неверно. Это прям контрпродуктивно, потому что ребенок в любом состоянии возвращается домой, в школу и сталкивается с той моделью, которая формировала его предыдущие 10-12 сколько-то лет. Невозможно ее переломить. Поэтому мы стали вовлекать в программу родителей, и это дало еще один буст для результата. То есть первый буст нам дали наставники, когда мы начали работать индивидуально с каждым ребенком, пять недель восторг. И второй буст нам дала история про вовлечение родителей, когда родитель за пять недель знакомится заново со своим чадом в новой роли человека, который, правда, может быть, пусть не до конца, но готов брать на себя ответственность и принимать решения за всю свою жизнь. Тема личностно-профессионального самоопределения для меня кажется одной из самых важных в жизни человека. И когда-то давно, еще до того, как появился смарт-курс, я решила, что я этим буду заниматься и посвящу этому свою жизнь. И потом, когда я узнала, что смарт-курс существует, и что есть люди, которые этим занимаются, и что мы можем что-то делать вместе, это, конечно, было большой радостью. Но в целом, то, что мы хотим людей делать счастливыми, это уже, мне кажется, достаточно. Да, это такое намерение. Потому что те люди, которые знают, чего они хотят, и они с удовольствием делают свое дело, чуть сегодня чем-то счастливы. Потому что это большая часть их жизни. И мне, наверное, хотелось, чтобы люди перестали категоризировать свой день. То есть есть работа, есть дом, есть личная жизнь. Нет категорий. Есть, в принципе, некий жизненный поток, в который мы включаемся, и как только мы начинаем его дробить, мы загоняем себя в рамки, и нам кажется, что нам нужно отдыхать от чего-то. Скорее, мне хотелось, чтобы мы, в принципе, делали просто что-то, что нам под силом, то, что нам под сердцу, и тогда это будет какое-то общее целостное видение в своей жизни, и оно не может быть несчастливым. Потому что если это соединение с собой, согласие с собой, тогда все будет в порядке. Если бы мы своей программой, мы стараемся это делать, направляли людей именно на этот путь, на поиски именно этого дела, я думаю, это бесценно. Это прекрасно. Особенности юношей, не могу сказать за всех, за тех ребят, которые были у меня, я была потрясена тем, насколько они разные, насколько они интересующиеся, то есть они очень активные. У нас, почему-то, ну, у меня были все такие ребята, они очень разносторонние, очень, начиная там от искусства, спорт, там, какие-то новые технологии, то есть им это все очень-очень интересно, и самое интересное, что я с ними научусь, очень многому знаю от них. Вот. Но особенности мальчиков, от девочек, то, что мальчики у нас, они все-таки такие вот закрытые немножечко, и надо немножечко постучаться до них. То есть больше инициативы всегда было от меня. А девочки, у меня была девочка, вот первая, то есть здесь наоборот, здесь наоборот, столько эмоций. Я считаю, что то, что я сейчас подросток, и это очень разными эмоциями ощущаю. За день я могу несколько раз поплакать, несколько раз быть на решении счастья, и при этом все это анализировать, думать об этом, и погружаться и в себя, и быть открытой. В принципе, такое ощущение, вот это вот называется веношеский максимализм, такое ощущение, что весь мир перед тобой, и ты можешь сделать все, что угодно. И все зависит только от тебя. Ты можешь горы свернуть, и не только горы, ты можешь перейти через глубокую реку какую-нибудь. То есть абсолютно все открыто, абсолютно все перед тобой, и ты куда хочешь, туда и идешь. Ну, в процессе работы вот именно по системе выбора у них очень важная вещь для них, это определиться с тем, кем же они все-таки будут. Вообще, в принципе, у подростка есть вот такая потребность в том, чтобы иметь какую-то роль, как-то какую-то особенность, поэтому, собственно, поэтому субкультура часто появляется, то есть они как-то выделяются, когда они знают, как можно по-другому выделиться, если они как-то не отправляются в свои силы, возможности, в творчество, в музыку или в знания или в спорт, то часто идут в какую-нибудь субкультуру и самовыражаются таким образом, то есть как в какие-нибудь друзья их окружения. Я считаю, что этот возраст очень важен для дальнейшего развития, потому что сейчас уже формулируется сознание о том, чего я хочу в жизни, и у меня есть такая прекрасная возможность мечтать и мечтать без каких-либо границ. Очень важно дать каждому какую-то роль, чтобы каждый понимал вообще, что он должен делать, и чтобы каждый понимал свою значимость. вот это очень ценно. И, собственно, с профессией мне кажется то же самое. Не зря все профессии важны, все профессии нужны, потому что действительно каждая профессия нужна, она имеет какую-то ценность. Сама идея? Ну, понять, что ты хочешь сделать в будущем, мне кажется, это очень важно, потому что ну, это и есть основная идея, по моему мнению, и если ты поймешь, что ты хочешь делать дальше, то у тебя не будет какой-то фазы между этим, когда ты такой «эээ, что мне делать, как мне быть, зачем я в этом мире» и всего такого. Нет, конечно, фаза «зачем я в этом мире» придет, но позже. И как раз-таки можно это время чем-то полезным занять, типа подготовка, обучение. То есть меньше времени тратиться, это очень важно. Время цены, ресурсы. человеческий потенциал настолько огромен, что это возможно. То есть каждый человек имеет все ресурсы для того, чтобы обнаружить свои таланты, развивать. Вопрос в том, что в какие-то моменты жизни нужно еще какое-то внешнее включение. И возможно в подростковом возрасте возникает впервые более-менее понятный запрос изнутри, что кажется мне нужна чья-то поддержка. То есть если в детстве ее дают достаточно много, и родители, и какие-то наставники, тренеры, мы же ходим в всякие кружки, в школе очень много за нами наблюдают внимательно к нам. А вот в подростковом возрасте это внимание как-то более рассеянное. И подростки больше проводят время не внутри семьи, внутри школьной системы, а все-таки больше со сверстниками, которые ответы на эти вопросы специально не могут дать. То есть они скорее тоже такие ищущие, и не могут дать поддержку что-нибудь сделать вместе, нежели найти тот самый ответ, который позволит более-менее радостно вставать каждый день и понимать, что хочется делать. И тут может возникнуть какая-то организация и какие-то люди, которые под какой-то идеей делают профориентацию назовем это так, которые могут чуть-чуть поднаправить в нашем случае мы тоже можем быть такой организацией. Мы последовательно двигаемся, то есть появился запрос и дальше мы работаем сначала с рефлексией подростка, со взглядом на себя как бы со стороны, когда подросток вообще пытается понять, а кто я, чем я уникален в этой жизни, чем я особенный и что мне подходит. Он узнает о профессии. Проблема профессионального самоопределения во многом состоит в том, что среднестатистический подросток может назвать 30-40 профессий, а реальных порядка 40 тысяч. И самостоятельно выбрать из того, что ты не знаешь, но это как-то не очень вообще реально. И с нашей помощью, когда мы погружаем подростка вообще в этот мир профессий, когда мы можем рассказать ему, смотри, есть тот, есть тот, и учитываем тенденции, как это меняется. Есть профессии, которые исчезают, есть профессии, которые появляются. Это тоже важно удерживать. Все вместе вот это вот дает ему понимание того, что вообще сейчас происходит в профессиональном мире в тех направлениях, которые ему интересны. Ну, чтобы понять подростка, чем он хочет заниматься, мне кажется, нужно для начала решили себя что ты любишь, какие увлечения у тебя есть, например, в каком направлении ты любишь двигаться, чем ты любишь заниматься в свободное время, учитывать все это и в дальнейшем строить свою карьеру, свою жизнь в связи со своими увлечениями. Ну, я... Мне было, на самом деле, под конец курса у меня было два варианта. это либо что-то связанное с экологией, или же это что-то связанное с обществом, потому что с детства я такой юный психолог, мне очень интересно общаться с людьми и после долгих разговоров со своим куратором определить все-таки, что это будет профессия, больше связанная с обществом, то есть в итоге управляем менеджером по внутренней коммуникации. Я очень не могла долго запомнить, как это называется, но я запомню. Вот. У меня есть своя очень странная идея за счет того, куда я хочу поступать и что я хочу делать в последствии, и эта идея, она не просто я пойду вот этим путем и я добьюсь там чего-то высокого и это будет круто, я собираюсь идти вот такими путями, я больше люблю что-то нестандартное, вот, поэтому я выбрала сейчас технический профиль, я собираюсь поступать в какой-то крутой, классный вуз типа МФД или Бауманке, хочу очень туда попасть, вот, и я это делаю для, ну, не для того, что это потом заниматься техническими науками, а просто для того, чтобы получить техническое образование, чтобы как-то настроить свой мозг на очень такую организованную и правильную и логическую работу. Ну, мне кажется, что в первую очередь это боязнь, а будет ли мне это нравиться в дальнейшем, поможет ли мне это как-то, действительно ли это то, что я люблю, всегда как раз вопросы, которые всегда откатывают человека назад. Ну, опять же, вот сложность выбора, когда выбор стоит между тем, что нравится и между тем, что правильно. это, в принципе, это не только выбор, опять же, профессии, это еще и вообще в жизненных ситуациях, когда ты думаешь, что ты хочешь поступить именно так, и тебе действительно так хочется поступить, и тебе говорят, что нужно делать так, что ты не прав, что так нельзя делать, как ты хочешь. и, наверное, это больше всего мешает. Сначала я выбрала свое профессиональное направление вместе с папой, то есть он рассказывал мне про свою работу, то есть там вечером, когда мы сидели за ужином. Мне очень это понравилось, я поняла, что хочу продолжать папину деятельность, но поняла, что в некоторый момент мне это не очень интересно, и нужно найти для себя что-то, чем тебе будет приятно вообще для себя заниматься в будущем, то есть чтобы иметь какой-то старт и иметь два направления. И я, когда начала заниматься разными курсами, то есть я искала для себя то, что мне вот прям за душу возьмет, я нашла для себя режиссеру, то есть снимать, монтировать, я очень люблю это, я поняла, что моя жизнь будет связана и с режиссерой, и с IT-сферой. Программа начинается с того, что нам в офис звонят или поступает какая-то заявка о том, что хотят с нами побеседовать, и наш специалист по работе с клиентами назначает время консультации, когда наш клиент вместе со своим подростком приезжают в офис, и мы в течение часа общаемся. Это бесплатно, на этом моменте мы определяем, насколько наша программа актуальна для этого подростка, для этой семьи. В принципе, мы работаем с ребятами от 12 до 17 лет, и здесь основной причиной, по которой мы можем отказаться от работы с тем или иным подростком, то если он сам не хочет, бывают такие ситуации, когда родители прямо насильно притаскивают. Или же, когда у родителей есть позиция, что сделайте из него, допустим, экономиста, пожалуйста. То есть, когда есть какое-то ограничение, которое не позволяет подростку делать выбор. Если мы сталкиваемся с такой родительской позицией, то мы объясняем, что мы не готовы за это браться. Все остальные мы берем. После того, как проходит первичная консультация, я начинаю подбирать этому подростку наставника, то есть, это тот человек, который будет работать индивидуально с подростком в течение пяти недель. У нас есть два формата программы системы выбор. Есть групповой формат, который начинается с тренинга, двухдневный тренинг, который проходит в нашем офисе, когда собираются ребята подросткового возраста и в течение двух дней погружаются в тему осознанного выбора, в тему взятия ответственности, в тему профессий. Обычно уходят они вдохновленные с мыслью о том, что, боже мой, я хочу, я хочу выбрать, я хочу узнать уже, кем я буду. И с вдохновением на работу последующие пять недель. В индивидуальном треке у нас сразу включается в работу наставник и в течение двух консультаций также вдохновляет подростка в эту тему и погружает его в эти вопросы. Пять простых шагов. Остановись, а это означает окажись в пространстве без эмоций, без страхов, ровно так же, как и без освещения, то есть в ситуации до эмоций. Второй шаг – это исследуй. И там две части. Исследуй себя, что я правда хочу, какие мои сильные стороны, что меня прямо сейчас поддерживают, вдохновляют про внутреннюю сферу. И история про исследование точно так же про внешнюю сферу. Какие возможности прямо сейчас мне доступны, что меня окружает, мир, исследование мира. Третий шаг – это выбор. Выбери. Задача третьего шага – соединить свои внутренние желания и возможности с запросами, возможностями мира. То есть выбрать какую-то смычку, и эта смычка будет действовать определенный период своими. То есть определить, на какой период ты выбираешь. Четвертый шаг – сделай. выборов идти в этом направлении, выбирать туда идти, действовать определенный период времени, каждый день, практика. Ну и, наконец, пятый шаг – это поделись, по сути, это префлексии, когда я, когда период выбора для меня закончился, я выбрал на две недели, вот две недели прошли, я могу, посову, позволить себе посмотреть на пройденный путь и признать, я пришел к результату, я не пришел к результату, которого хотел, что меня поддерживал, что мне мешало, что давай, что изменить, ну, то есть, как-то разобрать эту ситуацию и снова остановиться и отправиться в следующий цикл. На шаге поделись важно, чтобы человек признавал не только результаты, которые ему нравятся, которые он идентифицирует как успех некий, а чтобы он признавал разные результаты, которые могут показаться провалом, в том числе, на самом деле, просто опыт. После этого у нас идет пять недель онлайн работы с подростком, это происходит по скайпу два раза в неделю, по часу, когда наставник общается с подростком, у каждой недели есть своя тема, первая неделя называется «Остановись», она посвящена тому, чтобы посмотреть на себя как бы со стороны, определить вообще, в какой точке ты сейчас находишься, как ты там оказался, умеешь ли ты планировать, умеешь ли ты ставить перед собой цели, как ты к ним идешь, как ты этого добиваешься, умеешь ли ты управлять собой, своим поведением, своими эмоциями. И, конечно, самое важное здесь, чтобы наставник с подростком установили теплый, доверительный контакт, который станет основанием для работы в последующих пяти неделях. Ну, мне очень нравилось созваниваться с наставником, потому что у нас, ну, были как бы, ну, была сама программа, то, что нужно было поговорить и все такое, а потом еще было что-то такое после. Ну, просто как дружественные беседы мы обсуждали фильмы. Вот. Это было очень круто, но еще мне понравились некоторые упражнения, которые ты должен был делать сам. То есть, что-то наподобие, ну, вот, того же самого ланчбокса или, может быть, ну, другие какие-то активити мне очень понравились. Вторая неделя называется «Исследуй». Она двунаправленная. С одной стороны, она посвящена раскрытию уникального потенциала подростка, который к нам пришел. Да, нам важно понять, кто он. Потому что, когда мы говорим о подборе и выборе, да, того или иного профессионального направления, это всегда очень индивидуальная история. Вот. И наша задача понять, какие вообще есть способности у этого подростка, таланты, что ему интересно, что он умеет делать хорошо, где он уже сейчас достиг успеха, какие у него ценности, что ему вообще важно по жизни, какой у него сейчас уже есть опыт, на который можно опереться, как на важный, да, с точки зрения дальнейшего выбора, какие у него есть ограничения. Все вместе вот это складывается в некоторую картинку, которая позволяет наставнику выдвигать предположения что может быть себе могу быть интересна вот это. Это, 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 да, то есть появляются разные варианты. Наставник рассказывает о том, какие есть профессиональные направления, да, какие есть как раз тенденции вот в развитии профессий, да, то есть какие профессии исчезают в этих направлениях, какие появляются, какие новые технологии появляются. И на третьей неделе, она называется «Выбери», подросток из всех этих появившихся вариантов оставляет два. Оставляет сам. Два варианта, которые нравятся ему больше всего. Эти два варианта мы начинаем прорабатывать как раз уже очень глубоко. То есть, что значит глубоко? Чем человек занимается на этой работе? Что он конкретно делает? В каких условиях он работает? Как вообще на эту работу попадают в это профессиональное направление? Как там люди развиваются? Как достигают успехов? Какие нужны способности, чтобы там достигать успехов? Какие там зарплаты? Какие есть минусы у этих профессий? То есть, максимальное количество информации, которое позволит сложить объективную, реальную картинку об этой профессии. Для того, чтобы она сложилась, мы как раз привлекаем успешных специалистов из этих направлений. И далее у нас наступает четвертая неделя, которая называется «Сделай», которая подразумевает практику, что подросток попробует себя в этом профессиональном направлении и попытается понять, нравится ли ему это делать или нет. И пятая неделя, которая называется «Поделись». Она связана с тем, что, во-первых, подросток рассказывает о своем выборе близким для него людям, родителям, друзьям, каким-то людям, которые являются авторитетами для него в жизни, чтобы получить обратную связь. Потому что, наверное, эти люди могут его поддержать, могут сказать ему что-то важное. И кроме того, нам очень важно, чтобы программа не заканчивалась над этой идеей, которая появилась. Мы со своей стороны еще можем помочь в выборе вузов, в выборе дополнительного образования, курсов, секций, кружков. То есть мы это тоже обсуждаем. И мы со своей стороны даем рекомендации, как выбирать. То есть по каким критериям выбирать так, чтобы это учебное заведение действительно смогло дать тебе хорошие знания, а не просто курочку. После пяти недель здесь, в этом офисе снова происходит тренинг. Он длится два часа, когда собираются все ребята, которые вместе стартовали со своими наставниками, и делятся теми результатами, теми выборами, которые они сделали. Это такая встреча-праздник, потому что обычно в начале на тренинге ребята успевают подружиться между собой, и им очень интересно спустя пять недель узнать, кто же к чему в итоге пришел. Еще важный момент. На протяжении всей программы, когда наставник общается с подростком, как правило, могут они касаться каких-то личных тем. И все личное, что обсуждает подросток с наставником, оно остается между ними, это конфиденциальная информация. Единственное, чем мы делимся с родителями, это тем профессиональным движением, которое происходит за время программы, то есть какие профессии выбираются, что они там для этого делают, какие упражнения выполняют. Это мы родителям рассказываем. Соответственно, раз в неделю наш тренер звонит родителям и общается. Это помогает родителю, во-первых, понимать, на какой неделе сейчас ребенок, чем он занят, чем ему можно помочь, поддержать, о чем поговорить, каким своим актуальным опытом поделиться, что вместе поделать, может быть, чем не мешать. То есть родитель получается с одной стороны в курсе, он включен, с другой стороны, он не управляет этой ситуацией, он как бы находится рядом и поддерживает. А ответственность за программу, за все происходящее возлагается на подростка. И заканчивается программа итоговой консультацией, когда здесь собираются тренер, который ведет программу, родитель и подросток. И подводит итоги, фиксирует результаты. Если остались какие-то непонятные места, вопросы, обязательно все это проговаривается. То есть для нас очень важно, чтобы программа была завершена, но при этом дальнейший профессиональный путь, в который ходит подросток, он только начинался, и было понятно, куда дальше можно двигаться. Пять шагов, они поступательно и очень логично переходят один из другого. Потому что если какой-то шаг так или иначе в нашей жизни проскакивается, мы туда возвращаемся. И это не только у подростков, у ребят, которые сейчас выбирают профессию. Это вообще в целом у взрослых людей так работает. То есть прежде чем что-то выбрать, мне нужно понять, из чего я выбираю. Это шаг и следует точно перед этим. После того, как я выбрал, ну да, я выбрал, ну в целом я могу остановиться. Но я же здесь чего-то это сделала, потому что не хочется. Я иду, пробую, делаю. Я иду, делаю и уже определяю, а как мне. Ну то есть правда я хочу туда или нет, я не хочу. И это тоже такая система. Вот они, эти шаги двигаются один за другим. И безусловно, все начинается с шага остановись, когда, прежде чем начать исследовать, мне как-то важно выдохнуть и осознать, а что со мной происходит. А где я? А в какой точке своей жизни я нахожусь? А между чем вообще мне потом придется выбирать? То есть это такое вот поступательное, логичное движение, которое можно применять в любой сфере выбора. Но с подростками мы точно занимаемся в сфере профориентации и осознанного выбора профессии. Я раньше тоже придерживалась мнения, что скайп это неэффективно, в скайпе я не вижу живого человека. Но благодаря смарт-курсу и работаю наставником, я поняла, что на самом деле это очень эффективный вид связи. И хорошо, что есть скайп, потому что подросток находится дома, он никуда не едет. Он спокойно выходит вовремя всегда, в моем случае, в моих встречах, которые были с подростками, выходит вовремя на связь. И мы смотрим друг на друга, и я всегда достаточно открыта для него, и он тоже становится открытым. И я вижу, как действительно это общение, оно даже такое же, как и в реальном режиме времени. Помимо этого, у нас есть первая встреча, когда мы видим друг друга вживую, то есть уже налаживается контакт. И во время скайпа уже как-то легче общаться, потому что мы увидели друг друга вживую лично на первой встрече, и этого, я считаю, достаточно. И плюс в конце, на заключительную встречу, наставники видятся с ребятами, и это тоже уже как бы закрепляет и завершает общение. Самым полезным была неделя на программе, самым полезным была неделя интервью, в котором мы уже общались с носителями профессий, с теми, кто уже давно об этом варится, так сказать. И это было очень полезно, я пообщался с продюсером, хоть и после окончания программы, потому что мы долго не могли с ним встретиться. В итоге в скайпе пообщались, но это было очень полезно, очень хорошее опыт. Уже люди рассказывали, каково это быть режиссером или продюсером. Так что самое запоминающееся как раз смарт-курсы, то, что я до сих пор помню, это именно неделя интервью. Ну, мне очень нравилось созваниваться с наставником, потому что у нас была сама программа, то, что нужно было поговорить и все такое. Ну, а потом еще было что-то такое после. Ну, просто как дружественные беседы мы обсуждали в фильме. Вот. Это было очень круто, но еще мне понравились некоторые упражнения, которые ты должен был делать сам. То есть, что-то наподобие того же самого ланчбокса или, может быть, ну, другие какие-то активити мне очень понравились. Но, как бы, если смотреть все вместе, то самым крупным были, конечно, вот эти вот два дня в начале и день в конце, когда мы делились результатами и сначала знакомились. Все другого, как наставникам. Наверное, весь процесс был очень запоминающимся для меня, потому что в каждом и в тренинге, и в разговорах с наставником было что-то свое особенное, что очень дорого мне. То есть, весь процесс был очень нефикателен. Я, ну, как бы, я разговаривала с папой по поводу профессии IT, и я снимала некую короткометражку, но, правда, у меня были проблемы с этим, потому что, ну, там, камера, компьютер, ну, в общем, все это накладывалось. В принципе, мне это помогло утвердиться в моих стремлениях, в моем пути, то есть я поняла, что я выбрала правильный путь. Хорошо, ну, в принципе, я обожаю что-либо организовывать, у меня буквально на это бзик, мания, и дайте мне возможность, я организую вам все, что угодно. Вот, поэтому, на самом деле, особо ничего нового не происходило, но я пробовала по-другому подходить просто именно к подготовке. То есть, я расписала на определенные пункты, и с помощью общения с куратором, то есть это как-то более стало все четко. Насчет организации Нового года это было, на самом деле, очень-очень сложно, потому что в классе дети очень-очень разные, абсолютно разные. с разными интересами между собой, которые уже давно не контактируют, и это было действительно безумно сложно, но интересно. То есть, каждому нужно было находить подход, с каждым нужно было договариваться, чтобы кто-то что-то делал, чтобы как-то все вместе мы взаимодействовали. Это было действительно очень сложно, потому что очень сложно подстраиваться под отдельных людей, то есть там от рокеров до каких-то пессимистов, которым вообще ничего не интересно. Но самое забавное, что в итоге пришли абсолютно все, то есть и участвовали все, ну там, нет, два человека не пришли, не пришло, но большинство людей действительно заинтересовались, у меня было, как я это сделала, вот, но очень здорово с конкурентом. Для меня «Неделя остановись» это когда ты отбрасываешь все свои ненужные мысли и концентрируешься только на том, что для тебя важно, то есть приводишь свои мысли в порядок и стараешься, как-то остановиться. Ну, сначала ты останавливаешься и смотришь на все происходящее, смотришь на себя и понимаешь, можешь ли ты трезво оценивать ситуацию. Потом ты исследуешь, то есть смотришь на всю ситуацию еще раз, уже поняв, что ты можешь ее оценить. Третий шаг – это выбор. Ты делаешь выбор, но еще не выполняя его, потому что с третьего шага можно сделать отказ на второй, если что, ну, мне так кажется. И четвертый шаг – это выбор, то есть ты уже делаешь то, что задумал, исполняешь это. А пятый шаг – ты делишься со своими друзьями либо в социальной сети, либо просто, ну, как бы для себя делаешь пометочку, что вот я это сделал, то есть даже поделиться сам собой тоже работает. Основная идея программы, мне кажется, это найти какое-то согласие с собой. Вот, наверное, если бы меня сейчас спросили, да, зачем эта программа, это согласие с собой, с миром и, исходя из этого, уже понимать, чем я хочу заниматься. Мне кажется, у всех разные вот эти индивидуальные треки. Для кого-то важно 12 лет включиться в это, для кого-то понимание, что пора приходит только к 17-16 годам. Я считаю, что нужно заниматься профилактикой. Не когда уже все поздно, а когда уже возникает ощущение, что через какое-то время, через год, через два, нужно уже делать осознанные шаги к выбору вуза, экзаменов, выбору наставников, более точечных специалистов. Что хорошо получается в программе? Ребята говорят, что, пожалуй, самое важное, что было для них в программе, это наставник, который был рядом на протяжении пяти недель. Он, конечно, какие-то упражнения дает, он даже иногда пытается у него заставить что-то сделать, но, по сути, он является ресурсом на протяжении пяти недель, когда человек начинает применять методику пяти шагов отсознанного выбора в повседневной жизни. То есть я иду, я встречаюсь с проблемами, я знаю, к кому обратиться, когда я не знаю, что с этим делать. Потому что когда ты сталкиваешься с проблемой, которую нужно было решать вчера, тогда нужны уже более превентивные меры. То есть нужно не задумываться, а чем я сейчас хочу жить, а что делать уже конкретно. Ну и тогда скорость принятия решения сокращается в разы, ну и степень включения наша должна быть совершенно иной, нежели та же самая пятинедельная программа. И в принципе мы этим занимаемся, там есть индивидуальное развитие, индивидуальное наставничество у нас. Поэтому если вы задумываетесь, то лучше пораньше, 12-14, тогда у вас будет гэп времени, чтобы попробовать и уже определиться более в смысле. Для меня этот курс был очень важен, и я на самом деле советую его каждому, вне зависимости от того, сделал ли выбор этот человек или еще пока не сделал. Потому что он дает действительно полную картину того, что ты хочешь и как тебе следует этого добиваться, или как тебе вообще следует хотеть этого. Родитель не сможет выбрать за подростка, да, и помочь подростку можно только своей поддержкой, да. Но сама вот эта вот позиция, что я хочу выбирать, и я теперь выбираю, и я теперь отвечаю за то, куда мне поступать, поступлю я или нет, да. Это позиция, которая просто так дается очень малому количеству подростков. Ее нужно воспитывать. И как правило, в подростковом возрасте родители уже не могут влиять сильно на своих подростков, на своих детей так, чтобы они внимательно их слушали. И очень нужна какая-то сторонняя фигура, которая станет для подростка значимой, да. И тот наставник, да, который скажет, давай я в тебя верю, смотри сколько интересного мы сейчас сделаем, и ты сможешь выбрать. Вот. Поэтому, мне кажется, самим вам будет тяжело с этим справиться, а мы умеем делать это профессионально, и мы действительно достигаем очень хороших результатов. В основном клиенты приходят к нам по рекомендациям от своих знакомых, которые делятся тем, что... Вааа, ребята! У меня тут такое событие, мой сын наконец понял, чего он хочет. Так у нас появляются новые клиенты. Приходите к нам. Конечно же, стоит идти, если ты не уверен в том, чем ты хочешь заниматься, то есть у тебя какая-то размытая картина своего будущего, ты не уверен в том, что ты делаешь, то сюда обязательно нужно прийти, потому что здесь помогут действительно увидеть и понять то, что ты хочешь. Именно что хочешь ты, а не что хотят другие. Ну, надо себя почувствовать, насколько тебе это нужно, потому что если это вот все-таки потребность, надо в это нырять. И это действительно колоссальный опыт именно с точки зрения и самого себя, потому что вот с каждым потоком я очень расту. Я бы сказала, если вам удобно идти, если, ну, есть, конечно, люди, которые не могут просто сюда добраться, но я думаю, можно уже проходить курс не обязательно вручную, но и залочную. Поэтому, ну, эта штука очень крутая, поэтому я бы посоветовал большинством. Для меня этот курс был очень важен, и я на самом деле советую его каждому, вне зависимости от того, сделал ли выбор этот человек или еще пока не сделал, потому что он дает действительно полную картину того, что ты хочешь, и как тебе следует этого добиваться, или как тебе вообще следует хотеть этого. Я думаю, что эта программа действительно мне очень помогла, и я действительно советую им ее пройти, потому что без нее достаточно трудно научиться самому проводить этот анализ с собой, искать это вот. И здесь очень важен даже диалог и общение с другими в этой команде, потому что произнося что-то, мы сами начинаем это понимать. То есть, возможно, что-то было неосознанно, но когда мы общаемся с людьми, мы сами начинаем для себя что-то новое находить даже в себе. И эта программа как раз очень сильно в этом помогает, и я очень советую им ее пройти. Мне хочется сказать то, что есть базовая модель, на которую мы опираемся внутри. Это 5 шагов осознанного выбора. Это такой ментальный паттерн, то есть некая цепочка идей в голове, которые мы предлагаем подростку и родителю в качестве такой опоры в тот момент, когда привычная моделька выбора не срабатывает. Она максимально простая, потому что так ее проще запомнить, и уму потом применить ее в ситуации, когда я потерялся. О, я потерялся, я знаю, что мне делать. Вот 5 простых шагов. А с другой стороны, достаточно комплексно, чтобы правда помочь справиться с сложной ситуацией выбора. Вот такая история. А если говорить про молто, в смысле какой-то... Мне очень нравится фраза про то, что свобода приходит... Чем прекрасна свобода? То, что свобода базируется на ответственности. А ответственность прекрасна тем, что каждый твой шаг, каждое твое действие, в каждый момент времени, оно имеет последствия. И вот через эти последствия каждого действия ты, по сути, создаешь свою реальность. Хочешь, не хочешь, осознанно, бессознательно, это уже вторично. Но идея о том, что каждое твое действие имеет последствия, именно эти последствия формируют ту реальность, которая, в итоге, оказывается, для тебя твоей, это прекрасно. Ну, вот это вот. И пять шагов, особенно, выбора. Это некая моделька, которую мы настраиваем. А вот это та идея, которую хочется обучать. Как только ты уже можешь что-то делать, что-то решать, надо брать уже ответственность за свою жизнь. Потому что в итоге в будущем, как бы, за тебя уже не будут отвечать твои родители. Потому что каждый человек, мне кажется, должен отвечать за себя, должен научиться отвечать за себя, должен научиться решать, делать выбор тот самый осознанный, и жить как-то самостоятельно. Ну, ответственность – это в первую очередь определенный путь к взрослению, а все подростки, как ни крути, пытаются стать взрослыми. И зависит, на самом деле, действительно от того, какая именно ответственность. То есть, если это ответственность за то, что ты любишь, за то, что ты сам уже взялся, за то, что ты хотел сделать, то это, наверное, все-таки проще. То есть, это не та ответственность, что ты что-то украл из магазина, и у меня это не был не я. Вот. То есть, это же тоже своего рода ответственность. А ответственность, действительно, опять же, если, приводя свои опыты, как-то это сплетая с другими, то мне кажется, это действительно здорово, когда тебе дают возможность, потому что чаще всего за подростку все решают все-таки их родители, потому что они видят, как правильно, и это, наверное, действительно хорошо, что так происходит, но не в большой мере. Бывают родители, которые перебарщивают. А когда тебе дают возможность, то есть тебе развязывают руки, все, все в твоих руках, делай то, что ты хочешь, но ты за это отвечаешь. Ты чувствуешь себя взрослым, и ты понимаешь, что да, вот она, сила, могущество, я ответственный. Ну ладно, на самом деле, правда, все здорово, и мне кажется, что лучше было бы, если бы наше поколение, именно моего возраста, не боялось взять на себя вот эту ответственность, потому что это, с одной стороны, страшно, но с другой стороны, когда это уже проходит, или когда ты как раз уже взаимодействуешь сам с собой, с тем, за что ты отвечаешь, то ты действительно прям прешься, что это действительно здорово. Может, почувствуешь себя на какой-то момент взрослым. Осознанный выбор — это... Когда ты понимаешь все, что будет после того, что ты сделаешь, скажешь, с чем у тебя будет связано будущее, ты все это понимаешь и принимаешь. Когда ты понимаешь, что будет после того, как ты сделаешь свой выбор, понимаешь, что вообще выбрать и зачем тебе это нужно. Как, если даже вспоминать шаги, которые давали в смарт-курсе, мне кажется, самое главное, самое главное для этих шагов — это остановить. Потому что именно в этот момент ты можешь взвесить абсолютно все, то есть ты смотришь на всю картину в целом и в этот момент как раз, по-моему, делается самое важное, то есть как раз этот выбор уже начинает происходить. Вот. И осознанный выбор, лично для меня, это то, в чем я однозначно уверена. То есть это когда я делала несколько вдох-выдох, посмотрела на это еще раз, и я поняла, что да, точно. Все. Осознанный выбор. Ну, в моем понимании это так. По поводу отзывов родителей, родители говорят о том, что им было ценно услышать о своем ребенке от человека непредвзятого. В смысле, мы не педагоги, которые учат и отвечают за оценки этого ребенка. Мы не психологи, которым нужно решить тяжелую родовую травму, и от этого зависит успех. Мы люди, которые рядом с ребенком, с подростком, с человеком до 16-ти на определенном этапе. И у нас есть задачка быть ресурсом в тот момент, когда этот ресурс востребован, необходим. И вот услышать обратную связь от людей, которые были рядом, не в какой-то суперкризисной ситуации, или не в какой-то суперкризисной ситуации, для родителей очень ценно. Ну, плюс рекомендация, о чем же на самом деле говорить с ребенком в этот сложный, непростой период. И вот мы общаемся с родителями. Подросток растет в некоторой семейной системе, и часто он боится выбирать не потому, что он не видит, из чего там выбирать, не понимает, а потому что есть какие-то позиции, допустим, родительские, которые не дают ему выбирать. Или они уже выбрали за него, и поставили ему какие-то границы. Сюда не смотри, это не делай, это не пробуй. И получается, что вообще, в принципе, не дают ему ответственности, например. То есть, с одной стороны, ждут, что давай, выбирай, а с другой стороны, мама за тебя уже все решила. Мы помогаем родителям поработать со своей собственной позицией так, чтобы перейти, допустим, из позиции управляющего, всей этой ситуации, в позицию поддерживающего. Когда родитель способен действительно дать возможность подростку выбирать, при этом находясь с ним рядом, для того, чтобы подросток чувствовал, что мама, папа тебя любят, но выбирать будешь сам. И отвечать за это тоже будешь сам. То, чем ты хочешь заниматься, объяснить свою точку зрения, почему ты хочешь этим заниматься, сказать, что это твой действительно путь, что ты уже уверен, что ты решил. И родители должны понять, что это твоя будущая профессия, и ты решаешь, чем ты будешь заниматься. Потому что от родителей ты уедешь, а профессия останется с тобой. Мне кажется, что в первую очередь родитель должен поддерживать своего ребенка, независимо от того, что он выберет. То есть, условно говоря, если родители хотят, чтобы ребенок был судьей, а, не знаю, ребенок хочет быть в заражительстве. Ну, вот так вот сложилось. И родители должны это как бы, не то, что должны, но было бы неплохо, если бы они осознавали то, что это человек, то, что у него есть свои эмоции, свои чувства, то, что он вот такой вот, и что он хочет, у него есть своя жизнь и свое право решать что-то. Потому что многие родители об этом действительно забывают. И вот из-за своей вот этого чрезмерной опеки дети часто, когда вырастают, понимают, что они не хотели быть судьей, они хотели быть визажистом. И им плохо, им грустно. И это ужасно. Я стал более... Ну, мне кажется, они заметили, что я стал более серьезно подходить к вопросам. И у меня был очень... Ну, стояла очень важная задача определиться до конца этого года. Ну, был один очень важный выбор. Остаться здесь на еще два года или уехать в другое место. И выбор был за мной. И благодаря вот этому вот, ну, правильной стратегии я сделал выбор. И сейчас я познаю его последствия, и мне это очень даже нравится. Вот. И, ну, как бы результатом программы стал мой выбор, который я сделал. Ну, родители ждали после программы результата. Вот. И так очень настольчиво мне намекали, что, ну, надо было уже что-то решить. Вот. Вот, и как бы прошла программу. Результат. Вот. Ну, на самом деле, после разговора с ними, когда я ему сказала, чем я хочу заниматься, с этим сложным и непонятным названием, которое меня переспрашивали несколько раз, они были действительно довольны результатом, сказали, что молодец. Ну, вот. И, в принципе, именно я сейчас смотрю на себя, и я понимаю, что мне сейчас намного легче, то есть, чем было бы, когда я прошла. То есть, определенный тренинг, который действительно помогает делать правильный выбор. Или даже если он неправильный, выходить из этой ситуации каким-то образом. Что-то действительно очень помогает. Ну, и они это, естественно, видят. Да. Поэтому, я думаю, они рады. Мне кажется, это хорошая обратная связь новых людей в их жизни. Они уже привыкли к своему ребенку и привыкли к нему с точки зрения видения его как своего чара. Либо как часть себя, либо как часть их воспитательной функции, как родители. И это все равно некоторый фокус. А тут есть другие люди, специалисты, есть просто внешние наблюдатели, которые видят совершенно по-иному того же саму человека в его возрасте. И, кстати, часто запрос от родителей про обратную связь. Скажите мне еще что-то, что про него я не знаю, что не вижу, в чем я могу улучшить свое воздействие сейчас. Потому что очень сложно перестать ребенка воспринимать как ребенка. А начать его видеть как уже взрослого человека, у которого стоят достаточно сложные задачи с его возраста. То есть понятие, чем заниматься, это иногда не тот вопрос, который можно решить в 15 лет. И он может очень, иногда даже тяжело влиять на состояние эмоциональное. А родитель может немножко облегчить сердце, когда не парься. А часть-то он усугубляет еще больше. Поэтому наша задача поддержать родителя в его функции, в его позиции. И позволить ему самого ощутить вот это эмоциональное парься. И тогда подросток сможет быстрее определиться. И это будет его выбор, нежели родительский. У нас есть правило, что мы берем в программу только тех ребят, кому это действительно интересно и важно. На самом деле обычно, когда родители привозят к нам подростков, мало кто на входе понимает, что для них важно выбрать профессию, научиться делать осознанный выбор. Как правило, это идея родителя, а не подростка. Но за небольшой период времени общения с подростком нам удается действительно заразить его идеей того, что вообще-то самостоятельно выбирать это очень круто, что твоя жизнь по-настоящему в твоих руках, что ты за нее отвечаешь. И обычно после тренинга они уже уходят с этой идеей, и дальше у них появляется свой собственный запрос на то, чтобы найти себя. У нас есть топовые профилентации «Всегда один». Скажите, кем будет ребенок со стороны родителей. У ребенка скажите, как сделать так, чтобы от меня отстали. Чтобы я... Ну это не то, что он проговаривает, конечно, при родителе, но по факту у ребенка есть запрос. Я, конечно, хочу понять, но я не хочу, чтобы это было под давлением. Вот это два запроса, которые самые ярко проявленные. Но при этом многие говорят про то, что хочу, чтобы ребенок был более ответственным, чтобы он понимал, как выбирать, чтобы он сам начинал выбирать хоть какие-то принимать решения самостоятельно. При этом многие родители говорят о том, что есть собственный челлендж. То есть я, конечно, хочу, чтобы он начал принимать решения и нести ответственность, но я не знаю, как передавать эту ответственность. Потому что, а вдруг он ошибется, а вдруг он сделает что-то не так. И я понимаю головой, что он уже взрослеет, ему надо ошибаться. Но это же мой ребенок, я не понимаю. Ну вот эту грань. Мы помогаем родителям увидеть на базе пяти недель, потому что максимально безопасный контекст. Ну то есть ничего сверхъестественного за эти пять недель не произойдет, но я увижу, как родители где-то границы, где я готов, ребенку уже сейчас передавать ответственность, а где нет. Вот если говорить про запрос, он не ярко проявлен, но это то, что мы видим как результат в конце. И сначала мы наткнулись на другую программу, но, скажем так, что я ее отмела. Что-то не пошло. Ну, там учатся скорее не анализировать себя и делать выбор, и составлять список пунктов, писать, что нужно сделать для того, чтобы сделать правильный выбор. а просто взять какие-то хобби, которые нравятся, и просто развить эту профессию. А здесь учили именно выбирать и анализировать. Поэтому предпочтение, конечно, дало смарт-курсу. Всю жизнь думала о том, кем я хочу быть, и этот выбор, он всегда актуален даже сейчас. Но в тот момент, то есть я была в 10-м классе, и мне надо было... Уже она там ждет с экзаменами. Вот, это было очень актуально. Она просто сказала, что типа надо идти, а я сказал, что не хочу. Потом прошли месяцы, месяца, и я сам пошел. Ну, я такой, надо идти, мама, пойдем, мы программы. Почему ты передумал? Да, потому что стало интересно, что это такое. Все говорили, ну, мама сказала, что там хорошие отзывы у нас на сайте. Да просто было как-то в тот момент, когда мне хотелось как-то изменить немножко свою жизнь. Я подумал, почему бы исходить к вам, познакомиться с людьми на модификации звонцов. Что-то явно извлеку. Ну, это однозначно то, что я не умела делать выбор какой-то, не могла сконцентрировать свое внимание на каких-то важных деталях, или же просто на том, что мне действительно нужно. Я всячески отвлекалась, и из-за этого как раз возникали проблемы с выбором. Вот, поэтому, когда я входила, буквально входила в смарт-курс, я понимала, что, точнее, я была очень уверена в том, будет ли это продуктивно. То есть, действительно, это то, что мне нужно. Ну, как всегда, выбор, нужно мне это или нет. Но, когда закончился этот вот период в жизни, я поняла, что действительно выбор был правильным, потому что даже сейчас нам дали определенные такие буклеты, которые даже сейчас, если заглядываю, если я сейчас не заглядываю, то это действительно очень сильно помогает. И не только выбор профессии, но и вообще в жизни. У меня понимания вообще не было. У меня было, ну, несколько разных таких направлений. Вообще не было никакого понимания. Да я и не думал, что смарт-курс мне как-то поможет, потому что до этого я проходил разные программы в каких-то центрах, и они вообще были не очень хорошие. А по завершению программы в смарт-курсе у тебя появилась какая-то ясность? Да, ясность появилась. Я пошел после смарт-курса на разные другие курсы, на разные занятия, я пошел углублять свои знания в направлении, которое я выбрал. И до сих пор углубляюсь, собираюсь поступать в университет, связанный с этим направлением. И вообще хочу связать свою жизнь с этой профессией, которую выбрал у смарт-курс. У меня был запрос, так сказать, проверить саму эту программу и как бы по себе, потому что я знал, с чем я иду. То есть изначально у меня была идея связать свою жизнь с океаном, и я хотел как раз посмотреть, подходит ли мне это. Ну, и много как бы я... Ну, ничего, так сказать, кардинально нового о себе я не узнал, а об алгоритме как раз-таки узнал, что очень мне помогло. Я очень долго не могла определиться с тем, что мне нравится и чем я хочу заниматься. То есть полный дисбаланс, абсолютно разный, не связанный с собой и вообще ничем в профессии. И мои родители узнали о тех курсах, и у меня, собственно говоря, туда запихли. Ну, что было на самом деле правильнее, я очень благодарна за это. Может, это много. Очень важный был этап знакомства. Первый день, когда все собрались, я очень волновалась, потому что плохо знакомлюсь с людьми, но здесь все очень внимательно ко мне отнеслись и ко всем, кто сюда приходит. И это меня очень обрадовало, потому что действительно каждое какое-то знакомство очень сильно стреляет для меня. Дальше очень подробно и интересно рассказывали о том, как делать выбор, пункты, которые нужно пройти. И потом уже скайпы, когда каждый пункт рассматривали подробнее и каждый рассказывал, что именно нужно сделать, как это делать, и подводился итог. И последняя встреча личная. И где мы делились, кто с чего начинал, о каких профессиях задумывался вначале, к чему в итоге пришел. Кто-то приблизительно в этом и остался, а кто-то сильно поменял свое решение, вообще в другую сторону ушел. Был, например, у нас парень, он хотел конструировать самолеты, а перешел в экономистов, например. И я меня очень порадовала, что именно занимаются обучением, обучают делать правильный выбор. А не просто сказать, что раз тебе нравится, например, рисовать, то ты должен быть художником. Или если тебе нравится рисовать, то быть хореографом. То есть не так, а именно из каждой интересующей вещи, как-то постараться собрать мозаику и сделать то, что будет интересовать человека дальше всю жизнь, и чем ему будет интересно заниматься на протяжении долгих лет. После этого тренинга, начального, я сначала очень волновалась, думала, что мне никак это не поможет, что будет неинтересно, и как-то больше будет как в школу ходить, там что-то такое вот. Но после тренинга я поняла, что на смарт-курс есть подход, ну такой особый, все очень интересно, увлекательно, и что здесь мне будет не только все понятно, и здесь мне помогут, но и то, что здесь очень добрые и отзывчивые люди. Как-то вот получалось где-то возглавить команду и повести за собой, было прикольно. Я просто никогда не думал, что я вообще обладаю какими-то лидерскими качествами, не знаю, мне почему-то так не казалось. Вот. А так вообще классный был тренинг, я помню, как после первого дня я понял, что надо экономить силы, а то прям вот в конце первого дня, я помню, я очень устал, такой уже сидел на последнем занятии, не понимал, что происходит вообще. Какая-то жесть была. Просто молчал, я ничего не хотел. А вот на второй день я уже как-то экономил энергию, вот, и я благодаря этим дням понял, что нужно всегда экономить свою энергию, чтобы хватило на тебя, на все. Мне больше всего запомнилось, когда вы говорили утверждение и лежали цифры на полу, и нужно было встать на цифры, то есть, который утверждает полностью согласен, скорее согласен, неуверен и так далее. Мне почему-то это очень помогло за счет того, что я определилась как-то, помогает всегда определяться в разных ситуациях. То есть, я это использую и в жизни, когда меня что-то спрашивают, и я вот вспоминаю это упражнение и думаю, я полностью согласна или же не очень. То есть, так помогает как-то для себя определить всю полную картину вопроса или утверждения какого-то. В плане упражнения было очень здорово. Я помню, мы делали плакаты. На самом деле, было самое долгое упражнение, но очень интересно. То есть, нам дали огромное количество журналов, вы сказали, вот вырезайте что-то, что вам нравится, связанное с вашей профессией. И это было очень здорово, потому что, опять же, вот эта вот какая-то коллективная такая энергетика, когда щадят и что-то вырезают, что-то клеят. Я это очень, в принципе, люблю. И мне это запомнилось почему-то таким ярким фрагментом во всей программе. Если ты сюда уже идешь, ты должен понимать, что, во-первых, это неизбежно. Ну, то есть, что здесь будет много людей. Ты должен понимать, что в жизни ты будешь встречать очень много незнакомых тебе людей того же возраста, не того же возраста, с которым ты должен будешь взаимодействовать. И обычно на таких местах люди действительно хорошие, в местах, связанных с психологией, люди тебя будут понимать и никогда тебя не осудят. Группа мне близка очень. То есть, мы до сих пор продолжаем общаться там с ребятами. Ну, там, с Ксюшей общаемся. Вот. Ребята очень добрые. У каждого свои интересы. И ты видишь, что люди бывают очень-очень разными. И эти люди, они были действительно все очень разные, но каждый из них был добрым по отношению к другим, понимающим. Такая группа и такие люди вообще встречаются редко. Я, если честно, плохо схожу с коллективом. Я очень плохо, в принципе, общаюсь с людьми. Мне очень сложно именно на первых порах. Но тут как-то как будто тебя выбрасывают, но при этом на какие-то мягкие подушки определенные, которые специально подготовят тебя. И это не очень страшно. То есть, когда ты общаешься с другими ребятами, ты думаешь, а, так, ты хочешь быть этим, а ты вот этим. А мы с тобой похожи. Вот. И вот такого дискомфорта при общении не было. Это тоже безумно здорово, поэтому все абсолютно запомнилось. То есть, нет, не могу поделиться по определенной. То есть, общение с наставником потрясающее. С людьми, которые смарт-курс великолепно просто. Последний день просто замечательно. То есть, даже термины столько хороших не хватит. Поэтому, да. Ребята говорят, что, пожалуй, самое важное, что было для них в программе, это наставник, который был рядом на протяжении пяти недель. Он, конечно, какие-то упражнения дает. Он даже иногда пытается у него заставить что-то сделать. Но, по сути, он является ресурсом на протяжении пяти недель, когда человек начинает применять методику пяти шагов подсознанного выбора в повседневной жизни. То есть, я иду, я встречаюсь с проблемами, и я знаю, к кому обратиться, когда я не знаю, что с этим делать. В любом случае, наверное, для этой программы, как в роли наставника, надо дорасти, чтобы это действительно стало вот такой, ну, как бы, потребностью в это окунуться. Просто так в это очень, ну, непонятно зачем, по сути, гружаться тогда, да. Ну, просто так, тогда это результат не для тебя, не для ребенка, его абсолютно не будет. Лично для меня, так как я являюсь наставником, наставник — это тот человек, это такой проводник для подростка, для участника программы «Смарт-курс», который помогает ему увидеть в себе свои таланты, раскрыть себя полностью и найти не совсем свою профессию, а то дело, дело своей жизни, в котором он будет полностью раскрываться, в котором он будет счастлив, занимаясь этим. Наставники появляются в нашей компании, с одной стороны, систематически, то есть у нас есть процесс отбора, обучения, а с другой стороны, спонтанно, потому что есть люди, которые хотят быть наставником в нашей программе. Мне кажется, это отчасти жизненная миссия тех специалистов, которые у нас работают. Действительно, происходит момент в жизни, когда хочется не только получать и обучаться, но и отдавать, передавать свою жизнь на ум. С точки зрения выбора, с точки зрения наставления. И это уникальная возможность, вот эта позиция нашей компании, попробовать это сделать прямо вживую. Могу сказать, что не все наставники остаются на этой позиции долгое время, потому что программа – это некий вызов для них. И это тестирование их профессиональных компетенций, и это тестирование вообще, подходит ли им эта позиция. Потому что можно быть потрясающим психологом, замечательным педагогом, но не подходить на роль наставника. Наставники в нашей компании – это те люди, которые скорее рядом, которые видят ближайший путь развития ребенка, который к нам возвращается, и семьи в целом, и его профессионального вектора, нежели того человека, который точно знает, куда идти. И попробовать быть вот в этой неопределенности, дождаться, пока подросток сам захочет определиться, и найти вот этот интерес в жизни не всем удается. То есть хочется подтолкнуть, хочется выбрать за, в принципе, что получается иногда у родителей, педагогов, которые уже были в жизни подростков. И те наставники, у которых это получается, они действительно являются самыми эффективными у нас, и мы с ними сотрудничаем. Наверное, должны быть адекватные люди. Это, наверное, первое и самое важное. А второе – это, наверное, люди, которые как-то связаны с подростками. То есть они либо работали долгое время с подростками, либо общаются с ними. Потом, если система выбор, то вполне вероятно, что это могут быть люди, которые как-то занимались или занимаются еще профориентацией, например, то есть как-то с этим связаны. И с тех, кого я видел, собственно, когда мы обучались этой программе на старом числе, очень много людей, которые как-то связаны с психологией и с педагогиками. Я бы сказала, ну вот сопровождает подростка, помогает ему самоопределиться со своим выбором в течение пяти недель. И каждая неделя в смарт-курсе посвящена определенному шагу. Шагу, который помогает подростку самопределиться с выбором профессии. А знакомство происходит на первый или на второй день тренинга в офисе смарт-курса. Наставники в какой-то определенный день приезжают в офис и есть определенное время, это где-то 30 минут, когда мы действительно знакомимся со своими ребятами, узнаем их, узнаем их интересы, узнаем, чем они занимаются, что они любят делать, какие у них есть предпочтения в профессиях, какие у них есть предпочтения в своих предметах, которые они изучают в школе. И в этой встрече очень важно действительно наладить контакт и увидеть уникальность подростка. То есть смарт-курс удивительный тем, что он развивает таланты действительно еще и наставников, тренеров и людей, которые работают в этом проекте. И я помню, как я пришла в этот проект, у меня была идея, мысль о том, что я изучала себя, я знала про эти шаги, и я начала изучать себя, что мне получается лучше всего, что мне нравится делать. Я поняла, что мне нравится очень вдохновлять людей и искать в них таланты, помогать им в выборе профессии. То есть несмотря на то, сколько лет человек, я такая, ой, смотри, как у тебя вот это может получаться, и это может получаться. Ну то есть и мне нравится, это про какое-то мое призвание. Потом, когда я узнала, что есть, оказывается, такая и профессия наставника, я поняла, что мне нужно быть в этой профессии и помогать уже как-то другим профессионально больше. У нас есть, скажем так, базовый курс, который состоит из двух, ну иногда трех дней, в зависимости от того, на какую позицию человек приходит, потому что есть еще и тренер. Ну, начать тоже наставник, но в более широком смысле. Там передаются ценности компании, ценности и основные представления о том, как мы видим подростковый возраст, как мы видим взаимодействие с родителями, как мы, в принципе, видим миссию компании. И, ну это такой, опять же, некий тест, подходим мы друг другу или нет, потому что все-таки в нашей компании работают особые люди. Это не про то, что мы суперкомпания, которые ведут на рынке. Это про слово «подходящее» под наш формат, под наших подростков, которые к нам приходят, под те идеи, которые мы несем. И для того, чтобы это протестировать и попробовать, нужно два-три дня. Ну а потом уже мы обращаемся по мере поступления запроса, потому что у нас тоже есть выбор подростков, конкретного наставника. И по полу, и по возрасту иногда, и по опыту. И могу сказать, что некоторые наставники ждут своей позиции в течение нескольких месяцев, а то и полугода. И это вполне нормально. Могу сказать, что, конечно, этого недостаточно. Хочется больше, хочется какого-то годового обучения, да и, в принципе, обучения постоянно. Но с другой стороны, это тоже некоторая заявка на университет, которым пока не являемся. Может быть, это будет будущее, но в любом случае, я могу сказать, что наставничество – это такой путь длиной в жизнь скорее. Да, и обучение происходит постоянно. И я верю в потенциал людей, которые к нам приходят, потому что они сами где-то подучиваются. Поэтому это скорее знакомство с компанией, с нашими ценностями и с некоторым вектором, которые, если они видят синхронность, вступают, ну и дальше развиваются вместе с нами по мере включения в программу, где они уже поддерживают подросток. И с моей стороны, и с точки зрения остальных, очень хорошо были подобраны наставники, потому что всем было легко общаться со своими наставниками, не было какого-то барьера, что «ну, это же какой-то взрослый человек, с ними нельзя ничем делиться». Ничего такого не было, и, возможно, это не были так подобраны специально. я так думаю, потому что перед этим мы проходили тест специальный. И мне очень понравилось работать с наставником, очень много интересного, и софак диалога очень помогал, потому что я что-то там, что-то могло быть неосознанно, и именно когда я пыталась какую-то свою точку зрения доказать, я говорила такие-то слова, из которых уже понимала, что мне там действительно это важно, или это вызывает у меня отвращение, и так далее. для меня наставник – это такой человек, который рядом, да, который рядом. Его задача – не сделать что-то за подростка, например, из-за того человека, с которым он, собственно, для кого он является наставником, не рассказать ему по открытую, что ему нужно сделать, как-то подтолкнуть и помочь, когда ему тяжело. То есть, если человек в принципе справляется, важно, допустим, поддерживать. То есть, ты молодец, у тебя все крутое. Если человек, ну не знаю, не знает там, что делать, то предсказать, а посмотри вот здесь, попробуй сделать вот это. Если человек ленится, то надо ему дать какого-нибудь волшебного петля, или, эй, типа, давай, не филой. Мне кажется, вот этот вот наставник. Мой наставник, она очень веселая, заводная. Алена, как бы, очень мне помогала и в моих личных делах, и в моем стремлении к моей профессии, поддерживала меня. Она меня очень хорошо понимала, рассказывала мне про свои путешествия, что мне очень нравилось. Она человек очень добрый и открытый. Работа с наставником — это очень круто, потому что появляется человек, к которому ты всегда можешь обратиться за помощью в любых вопросах. и для меня очень важно, что с моим наставником мы до сих пор поддерживаем отношения, мы буквально вчера мы с ней общались. И она подарила мне, ну, какой-то новый, не то что новый взгляд на мир, она подарила мне новые впечатления, новые связи, новые события, на которые мы ходили вместе. Помимо общения, она дала мне еще какой-то очень-очень ценный опыт, который мне помогает развиваться. Мой наставник, самый прекрасный человек по имени Аня. Мы с ней очень быстро подружились, очень быстро она со мной нашла контакт, и вообще мы похожими, очень людьми оказались. Даже у нас день рождения там два дня отличаются. У меня второго, у нее четвертого. еще по знаку зодиака одинаковые. Да и в общем, типы характера очень близки. И мы до сих пор общаемся, и я там хожу на playback, она уже занимается playback. Мы очень хорошо общались с помощью нее, собственно, и очень-очень благодарен ей, что она меня провела через этот путь. Одно из самых любимых это упражнение «Я в глазах других людей». Когда подростки идут спрашивать и исследовать мир и задают вопросы своим родным, близким, друзьям. Два вопроса. Первый вопрос – это «Как ты думаешь, что меня отличает от других людей?» И второй вопрос – «Какой ты был просьбой, обратился ко мне и почему?» И тут подросток очень сильно открывает для себя как будто такой большой мир, потому что там родители говорят ему там «Вот, мне кажется, ты талантлив, музыкальный, там, в сфере или талантлив ты, там, в физике, там, друзья говорят совершенно другое, там, и, ну, и подросток это изучает, и иногда, ему иногда очень страшно идти с этими вопросами, там, к родителям, к своим друзьям, но когда они решаются, действительно, они что-то там узнают о себе новое, и это для них прям большое-большое открытие. И очень приятно, когда в этом упражнении особенно еще и родители включены. То есть здесь случается такой еще контакт подростка и родителей вместе. И для них действительно очень важное мнение взрослых. И, ну, как бы это ни казалось странным, там, чтобы не думали родители, что вот, там, возможно, подростку неинтересно, но на самом деле, это очень важно. И когда еще родители начинают делиться тем, какой у него ребенок, и потом он это рассказывает, это, ну, это действительно, ну, по отзывам ребятам в конце программы, ну, для них это действительно какой-то инсайд. Упражнение сделано иначе. Ну, понятно, из этих двух слов, что надо пойти другим путем, не таким, каким ты идешь обычно, чтобы открыть для себя какие-то новые горизонты. И благодаря этому ты учишься чему-то новому, ты находишь что-то, что ближе к тебе, то есть у тебя как расширяется кругозор, и ты видишь больше, и ты понимаешь, что тебе больше нужно. Есть такое упражнение, ланчбокс, его очень часто подростки не очень любят, ну, не знаю, по разным причинам, тому, кому-то, может, скучному качеству и так далее. Но вот этот мальчик, он его потрясающе выполнил. Он сделал столько выводов в этом упражнении, сколько даже не предполагалось. То есть, он действительно нас спрашивал, судя упражнение в том, что спрашиваешь у других людей, а что в ней, собственно, сегодня покушать. И этот выбор возлагаешь на плечи других людей. И он спрашивал совершенно разных людей, в том числе у своих знакомых. И вот этот паренек для себя сделал вывод, что это еще и про знакомство с другими людьми, и про то, что нужно прожить какой-то участок отрезок жизни глазами, ощущениями других людей. То есть, он попросил у своей подруги, которая занимается фитнесом, такой здоровый образ жизни, йогой там он занимается. Она ест очень много врачей, нашим дегитарианец. И она посоветовала какую-то из серии траву какую-то есть. Он ел, а он не любит. Мясо обычно ест, то есть, и все такое. И как бы ему не очень нравилось, но он съел. Потом у него там вдруг такой тоже там зожник, спортсмен там, качается. И он ест печеночные котлеты, вот есть такие. Сейчас я их тоже ненавижу, и этот парень его ненавидит, и он их съел. То есть, его чуть не дошли, он был готов съесть, просто потому, что как бы это надо. Стоит такая задача, он должен это сделать. Он говорит, больше я, конечно, пробовать не буду. Но это, ну я не знаю, я очень хвалил просто за вот эту волю, которую он проявил в этом упражнении. То есть, из серии как бы надо, должно быть, вот если правильно выполнить вот так, иначе я должен выполнить. И не знаю, я прям восхищался. Он еще много еще упражнений таких вот сделал. То есть, он прям вот, вот это вот слово филонис это точно не про него. Прямо поставил свою задачу и сделал. Упражнение выполняется 7 дней у нас и один из там приемов пищи у нас подаван делегирует кому-то. Бабушке, маме, другу, подруге, но это не важно. И в последний день он полностью берет выбор на себя и тут-то как-то так очень интересно все происходит. Ну, мне как раз понравилось обсуждение, когда мы обсуждались с наставником, как вот эту подготовку к Новому году, потому что это было жутко. Это было очень страшно делать за маму. вот, но как бы помогли. Ланч-бокс, но это, наверное, все называют, потому что это очень забавно, когда родители тебе, ну, твои родители и друзья выбирают что-то, что ты будешь есть как бы на протяжении дня. И лично мои друзья и родители, да мы просто издевались и давали то, что я больше всего не люблю. Вот, но это было все равно очень забавно, то есть тоже вот запомнил. смарт-курс мне был полезен тем, что я поняла, в каком направлении я вообще буду двигаться, потому что до этой программы я была неуверена, не знала, что мне вообще делать, куда мне идти, а тут я проложила себе путь, и у меня появилась четкая картинка того, что я буду делать. Ключевым моментом для меня стали сами шаги, которые, ну, как бы сам алгоритм, который, которому меня обучили, и, ну, это замечательно, потому что хоть это и шло как бы в рамках профессии, да, но само алгоритм осознанного выбора очень хорошо подходит, ну, почти ко всему, что можно осознать. И, ну, это очень-очень удобно. Вот. И это неплохой результат, когда есть представление, понимание, что да, я все-таки туда хочу, потому что у меня вот это, 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 вот это, а еще мне вот это интересно. Или нет, я не хочу, потому что это, ну, только лишь для меня образ какой-то красивый, и при этом мне это не отзывается, или я не владею какими-то навыками, которые годятся и необходимы именно в этом направлении. Научилась анализировать себя и выходя именно с программы, я думала о финансовой аналитике и республикции, но, например, сейчас во время программы у меня, я задумалась о психологии и до этого в жизни, и сейчас я, благодаря тому, что меня именно здесь научили анализировать, я поняла, что мне интересна социология и психология, и, возможно, я перейду к ним уже, выборю своей профессии. Ну, я считаю, что этот курс вообще я прославила совершенно не зря, потому что я многого добилась за это время, вот, он был действительно эффективным и дал мне какой-то толчок вперед, важный, очень. Какие-то события произошли после него? Ну, да, я, у меня появилось несколько проектов в школе, один из которых связан с экологией, другой связан с благотворительностью, и я считаю, что это действительно показатель. Угу. Хорошо.